Здравствуйте, друзья. Я долго не решался участвовать в вашем конкурсе, но меня переполняют разные эмоции и очень хочется рассказать немного о себе и о том, где я и как я живу, и что в моей жизни происходит хорошего. Во-первых, начнем с того, почему я вам показываю длинные темные коридоры и почему мой голос видоизменен. Я живу в Донецке и рассказывать буду о жизни по ту сторону, от цивилизации или даже о том, что в моей жизни изменилось за два года. И из-за того, что я расскажу, я бы не хотел, чтобы меня кто-то узнал и приснил какой-то бред. По сути дела, рассказ мне несет позитивный смысл, но вещи будут рассказаны жизненные и в каком-то смысле не позитивные. Как я уже говорил, я живу в Донецке, танцевальными талантами не обладаю, петь не умею, стихи тоже не сочиняю, но очень любую снимать все окружающее на видео, делать фото и делиться этим с моими друзьями. Мне нравится быть документальным корреспондентом и рассказывать о важных событиях, так как они есть на самом деле. В 2014 году у нас началось вооруженное противостояние. Я не только видел много разных событий, но и прочувствовал это на себе, так сказать, перенес через себя. Прибежаясь в перекрестку, понимал, что там что-то произошло, впоследствии оказались не самыми радужными. Так сказали местные, в нем никто не пострадал, и это хорошо. Затем наблюдал, как стреляют градами. Было даже такое, когда ты не понимаешь, где лучше быть, дома или в подвале, или лучше смыться куда подальше, затридевать земель. Вот даже парень стоит на улице и не знает, куда ему идти. Или лучше не идти, или идти, непонятно. Неверное решение принять очень сложно. Остаться или уехать, или опять же не уехать. Иногда вечерами мы наблюдали, как из зенитных орудий сбивали беспилотники. Со стороны это больше напоминает праздничный салют. Такое никогда не забудешь, это останется с тобой навсегда. У мирных людей появляются откуда-то патроны, осколки от снарядов, разные военные штуки и запчасти. Что с ними сделать и как утилизировать, тоже неизвестно. Отдельно хочется сказать о мужестве мирных граждан. Порой мы могли видеть вереницы машин с топливом и другую специальную технику. Однажды зимой к мирному району города приехало много военных на грузовых машинах. Все, кто увидел их из своих окон, очень испугались. И начали думать, что может быть беда. За считанные минуты люди вышли на улицу, организованно собрались и пошли мирной демонстрацией, чтобы те уезжали подальше. К ним подъехала машина, люди скандировали разные требования, в итоге военные собрались и уехали. И это хорошо. Это один из важных позитивных эпизодов, доказывающих, что простые люди за все мирное, светлое и доброе, они за мир. Боевые действия стихли, и в городе появились патриоты. Машины, раскрашенные странными бумажками, то ли за ГУЛАГ, то ли за сибирские тюрьмы. Совершенно непонятно, для чего и зачем они это делали. А тем временем жизнь шла, и все менялось. И вот сегодня крупные брендовые магазины выехали, и вместо них красуются пустые витрины. Был период, в супермаркетах были вот такие торговые полки. Сначала они были пустыми, или с одним прогрессивным подсолнечного масла. А затем начали наполняться более обильно. Появился санкционный сыр, и даже Hennessy XO можно было купить за 600 российских рублей. То есть, за 10 долларов. Сегодня там уже есть дорогие колбасы. Каждый месяц в магазинах больше разных товаров, и это хорошо. Жизнь налаживается, и это радует. Даже в такой ситуации можно находить что-то позитивное. И если у вас что-то в жизни плохо, подумайте о том, что есть люди, у которых еще хуже, и у вас окажется все хорошо, и причин для расстройства совсем нет. Транспорт в городе налаживается, и теперь трудно проехать через перекресток. Ну а мы, мирные граждане, потихоньку живем, делаем добрые вещи, и новый день становится лучше предыдущего. Мне хотелось показать что-то светлое и хорошее, несмотря на то, что вокруг меня происходят далеко не светлое и хорошее события, и что не все, что пишут и говорят, бывает негативное. А если и бывает, посмотреть на него нужно позитивно, и думать нужно о хорошем. Я искренне верю, что все будет хорошо, и что сегодня уже лучше, чем было вчера. Город живет, люди выходят на праздники и на концерты, гуляют и отдыхают. Хочу сказать, что все будет очень хорошо. Славьи, очень хорошо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok